В конференц-зале Российско-Армянского университета состоялся экспертный аналитический круглый стол. Перспективы развития и ресурсы сотрудничества в двухстороннем и многостороннем форматах в новых геополитических условиях. С приветственным словом выступил ректор АУ, профессор, доктор экономических наук Эдвард Сандуян. Многосторонние форматы в современных геополитических условиях звучат как-то так интеллигентно, но учитывая реальную ситуацию, которая сложилась вокруг нашего большого региона, вокруг советского пространства, это все реально действительно очень сложно. Я, честно говоря, вот шел сейчас, думал, ну что же такое сказать, чтобы, во-первых, попасть в контекст, во-вторых, чтобы в качестве закваски предложить, обсудить все те проблемы, которые сегодня окружают нас, в частности, нашу страну. Мы все понимаем, я сегодня, ну, моих коллег представлять не буду, вы все знаете, здесь сидят люди, энтузиасты нашего общего дела, как сделать так, чтобы не потерять, как сделать так, чтобы развивать, потому что сегодня, ну, как говорится, грубо, да, враг не дремлет, делается очень много, в кавычках, без кавычек. И учитывая ту ситуацию, в которой оказалось менее, в частности, это все может осталось в очень такой негативный, глубокий след, не только в обозримом будущем, но и надолго наперед. Поэтому мы должны найти новые инструменты, новые подходы, потому что стала риторика, и все то теплое, на чем основывались наши русские отношения, они, они, казалось бы, сегодня уже не столь эффективны. Мы об этом здесь часто говорим с коллегами. Нам нужны новые механизмы, как бы сделать так, чтобы новые люди, которые, ну, скажем так, вот, молодежь сидит, они же не жили в Советском Союзе. Мы, советские люди, мы понимаем, о чем говорим, когда говорим о дружбе и о союзнических отношениях. Молодежь, она, она, ну, всей глубины и ответственности вот этого явления не осознает. Мы просто обязаны найти те подходы, ключ к сердцу молодых, чтобы представить преимущества. Какие у нас есть преимущества? Да, и особенно среди всего того, что мы имеем, но не замечаем, как правило, так и бывает, что имеем не троним, потерявший плачет. Да, так и вот, классик. Это во-первых. Во-вторых, то, что происходит уже в большом мире, и я позволю себе сказать, здесь много юристов, филологов, историков, я как экономист, финансист скажу, чтобы вы знали тоже, наши российские коллеги иногда этого тоже не замечают, оказывается, маленькая Армения по своей малой, емкой экономикой взяла на себя, причем вот так, неосознанно, как-то так, стихийно, взяла на себя функцию подушки, подушки безопасности, подушки финансового страхования и обслуживая очень большие финансовые потоки, пускай в рамках того, что принято называть поваленным импортом, или с нашей точки зрения реэкспортом, сегодня это обслуживает просто неожиданные гигантские темпы роста армянской экономики. И в тот период, когда у нас, вы знаете, мы подружены в глубокий хаос, вот все, что произошло у нас в Карабахе, все, что сопровождает этот процесс, это очень серьезные, признанные явления, которые должны были сломать, и по-моему, по-моему, не помню, потому что это маленькая страна, и эти риски, они настолько серьезны, что, ну, честно говоря, все ожидали, что вот сейчас начнется крах. Но мы сегодня имеем за последние два года темпы экономического роста разели непреодоленные еще. Ну, как минимум, после 2008 года такого экономического роста в моменте не было. В разы, в разы увеличиваются объемы экспорта в Россию, в разы увеличиваются, увеличились прибыли, например, банковской системы. Я вам вот одну цифру назову, вы поймете суть и глубину явления. Если в среднем вся наша банковская система зарабатывала в лучшие годы около 60 миллиардов грамм прибыли чистой, то в 2022 году чистая прибыль составила 263 миллиарда грамм. Представляете, 60 и 263. Откуда эти доходы? Что там такое произошло? 5 миллиардов долларов составил только приток 5,2. Приток иностранной валюты в экономику в Армении. И это при том, что до 2022 года тенденция была такова, что отток уже начинал превосходить приток. И, например, по Европе, по Соединенным Штатам у нас сальдо было отрицательное. То есть уходило из Армении больше, чем приходило. А притоки и оттоки из России уже почти что подровнялись. И если еще год-два таких традиционных, мы бы были сегодня кто-то. Армения была бы донором полностью по линии частных иностранных трансфер. И вдруг неожиданно появляется порядка 3 и более миллиардов долларов притока из России. Российские релаканты. Так никто и, в общем-то, не назвал точных цифр. Цифры, которые называются время от времени, это от 40 до 100 тысяч человек. Причем это высокоинтерпектуальные люди, античники, творческие люди. Это люди в подавляющем большинстве, которые уехали не по идеологическим или каким-то там политическим причинам, а чисто по причинам, скажем, условно-техническим. То есть я много... Производственные поступки. Ну, так можно назвать. Я много раз общался с атишниками. Кстати, там очень серьезные ребята, очень серьезные шампании, которые оплачивают наш бюджет достаточно активно. Это новый фактор экономического роста. Подавляющее большинство – это просто хорошие русские люди, которым там уже сложно работать, потому что, ну, допустим, если ты производишь IT-продукцию, элементарно, да, значит, обновление там софтов, там, Microsoft, там и так далее, становится в России сложной. И для того, чтобы технологически не отставать и продолжать выполнять свои заказы, они находят места релокации, там, Аминьи, Грузии, Казахстан, ну и так далее. Мне всегда говорят, что самая комфортная зона – это место для бытия этих людей, Аминьи. Потому что здесь не только климатический тепло, но и люди теплые. Реально в целом народ относится к России, к русским людям с любовью. Действительно, таких проблем, которые есть в Грузии, даже в Казахстане, в Аминьи нет. Но я боюсь, что мы не должны спокойно смотреть на этот процесс по инерции, а мы должны, собственно говоря, опережать эти процессы и как-то влиять на умы людей, укреплять наши взаимоотношения. И у меня есть формула, Паркер Сергеевич знает, мы лет 20 об этом периодически обсуждаем, формула, как реально интегрировать финансовые рынки, институты России и Армении, и оказаться в той формуле, по тем механизмам, которые я предлагаю, и моя научная школа, даже интеграция не назвать. Это формула единения. Понимаете? То есть как создать единую финансовую систему, которая сама по себе уже в качестве, ну скажем, драйвера, будет обеспечивать углубление всех остальных процессов интеграции. Нам нельзя друг друга терять по определению. Опять же, сегодня Банковская система Армении закрывает те дыры, те недостающие технологические и финансовые аспекты, которые российская Банковская система не может на себя брать, потому что корреспондентские счета заблокированы, большинство российских банков выталкиваются даже из системы SWIFT, очень сложно осуществлять платежи в иностранной валюте, и тут Армянская банковская система приходит на помощь, и я горжусь тем, что мы оказались настолько востребованными и нужными на большую Россию. И, соответственно, мы должны найти все-таки подробные решения, в том числе через веру, ну скажем, через науки о человеке, условно говоря, как нам сделать так, чтобы быть ближе, воднее и крепче связать друг друга на большую долгую историю. Поэтому многосторонние и двусторонние форматы здесь, они действительно... Ну, многосторонние, я, например, должен сказать, что то, что происходит в российском экономическом содружестве, там тоже не все эффективно и не все благополучно. Потому что там есть внутренние конфликты, там есть внутренние интересы, взаимоисключающие иногда, там есть процессы, которые адаптированы к другим условиям. Сегодня геополитические новые условия, предполагают новые решения, другие подходы, чего мы еще не нашли. Поэтому я приветствую вас на нашей площадке. Президент Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, профессор, академик РАН Ефим Пивавар поприветствовал участников круглого стола и прочитал письмо вице-президента РАН Владислава Панченко. Но все-таки есть какие-то ключевые преимущества. Я все-таки считаю, что ключевые преимущества наши, это в широком смысле слова, это культура. Ключая, конечно, в таком совершенно формальном отношении образования, но культура имеется в виду культура наследия, достижения мировой культуры в Армении, армянская, ну, составляющая мировой культуры. Культура имеется в виду и художественная, и литературная, и музыкальная, и научная с точки зрения глупого древности, археологическая, допустим, или архивная. Ну, что говорить, так сказать, две страны, Россия и Армения, или Армения-Россия, обладает огромным потенциалом культурного наследия. И не отрицая, не принижая социо-составляющую наших усилий, потому что мы все равно занимаемся и историей бизнеса, и экономических связей, и современными, и первыми взаимодействиями наших партнеров. Тем более сейчас это еще больше стало актуально, потому что сюда приехало какое-то большое количество наших граждан, но и армянская диаспора России по-прежнему все спорят, какая самая большая. Я теряюсь, потому что это несколько кандидатов, несколько. Но то, что она одна из самых больших, никто не спорит. Учитывая, что у нас есть аудитория им. Борисовича Катронского, и центр наш на это направление усилить. Нам нужно найти фигуру, которая совершает взаимодействие наше и Армении по многим направлениям. Учитывая, что его наследники, с одной стороны, директор армитажа, с другой стороны, вице-губернатор Петербурга. Предварительно я с ними разговаривал и получил добро. Но, конечно, инициатива должна идти от вас. Поэтому, если инициатива такая будет, мы можем это использовать во благо. В обсуждении участвовали все институты РАУ, эксперты и ученые, также из России, которые объединили свои знания и опыт, чтобы обсудить нынешнее состояние и перспективы развития российско-армянского сотрудничества, а также возможности укрепления многостороннего диалога в новых геополитических условиях. Конференция прошла плодотворно, шли острые дискуссии, обсуждались актуальные вопросы. Все познается о сравнении. И когда мы будем определять, в каком направлении двигаться и давать какие-то дополнительные импульсы к развитию интеграционных процессов на пространстве Еврозес, мы должны учитывать и мировой опыт. Это будет очень полезно. И я еще раз хочу подчеркнуть, что исторический подход в данном случае чрезвычайно важен. И если мы определим такие законодательности, в том числе региональные, это будет весьма полезно для решения тех задач и проблем, которые строили нами. Повестка, которая могла бы дать новый толчок, новое движение, новую локомотивию, к тому, чтобы и социально-экономические факторы, и, собственно говоря, культурно-цивилизационные факторы стали основой для того, чтобы российско-армянское взаимодействие обрело бы новое дыхание, новое наполнение. Мне кажется, нашим исследователям как раз нужно ставить эту задачу. Потому что мы иногда вот только ищем где-то в поле властных структур, политических структур. Вы согласитесь, что академическая наука, университетская наука, те, кто занимается этими проблемами, по крайней мере, научные обоснования этих видений должны быть разработаны и должны быть представлены, обоснованы, если хотите, навязаны. Может быть, вот я вижу роль, небольшую роль, определенную роль такого совместного с нами, с вами центра, где мы смогли бы сконцентрироваться на определенных, так сказать, изысканиях и, может быть, выработать некоторые концепты, видение наших исследователей, каким образом сделать новую реанимацию в их взаимодействии, в российско-армянском взаимодействии, которое является необходимостью и для России, и для армян. Если мы говорим о углублении российско-армянских отношений, о расширении партнерства, союзнических отношений, мы этот аспект игнорировать просто не должны. Огромное количество негативных образов, месседжей, мифов, стереотипов, установок генерируются именно через социальные сети и различные медиаплатформы. Нам необходимо глубинно этим заниматься, изучать, для того, чтобы те деформации, которые на сегодняшний день имеются и которые впоследствии активно передаются на более высокий уровень дипломатических, политических отношений, в том числе экономических, безусловно, для того, чтобы в определенном смысле это подкорректировать. Насколько в наших силах и возможностях. К сожалению, действительно, ни у нас в Армении, ни в России глубинного изучения евразийских интеграционных процессов в контексте медиа и российско-армянских отношений не проводится. Мы говорим об основании разных центров, периодически что-то обсуждаем, но ни со средствами массовой информации мы не работаем, ни тем более не финансируем большие исследовательские проекты. Вот это было такое пожелание. Отметим, что мероприятие было организовано РАУ и РГКУ в рамках работы Центра евразийских исследований. Лаура Авагян, специально для РАУ-ТВ.